Здравствуйте, наши дорогие зрители! Мы продолжаем готовиться к праздникам и для того, чтобы в уютном пражском или таллинском баре вам принесли именно то, что вы заказывали, сегодня совместно с Advanced Club и мной Cade мы с вами пойдем в один из лучших крафтовых баров Кутербурга и изучим полезную для наших целей лексику. Особенно хотим отметить, что Advanced Club не пропагандирует употребление спиртных напитков, но заботится о вашей компетентности и безопасности. Итак, пиво. Для начала давайте разберемся in its alcohol content или alcohol by volume, заветные буквы ABV на бутылках, что обозначает содержание алкоголя в нашем пиве. Во-первых, пиво может быть non-alcoholic, то есть безалкогольным. Это мое любимое пиво, однако многие любители и ценители говорят, что it doesn't have as good taste. Оно не такое же и вкусное. Поэтому для них мы рассказываем про следующее. Пиво может быть light. Это легкое пиво, а не светлое, как GHT. Это пиво с средним содержанием алкоголя 4-4,5%. Дальше следует regular beer. Regular beer – это пиво с средним содержанием алкоголя примерно 5-5,5%. И, наконец, для ценителей и любителей strong beer – это 7 и более процентов крепкое пиво. Следующий важный вопрос – это how do we drink beer? То есть откуда, из каких емкостей мы пиво пьем? Конечно, сейчас существует огромное количество всевозможных красивых, интересных новых крафтовых бокалов, однако мы расскажем вам про 4 основных емкости, классических емкостей. Во-первых, мы можем пить пиво from the bottle – из бутылки. Далее мы можем пить пиво from the can – из жестяной банки. From the mug – из обычной кружки. И более того, мы можем пить пиво из stein. Stein – это очень интересные bigger mugs, увеличенные по размеру кружки. И they are often decorated. Они очень часто чем-то украшены, например, какими-то логотипами или интересными узорами. Типичный stein вы можете увидеть на знаменитом фестивале немецком пивном – October Pest. Size – размер пива чаще всего измеряется в a pint – в пинтах. И если же вам хочется чего-то не такого масштабного, вы можете заказать half pint – половина пинты. Ну, а если вам наоборот, например, на большую компанию хочется заказать что-то помощнее, тогда предлагаю вам заказать a pitcher. Pitcher – это кувшин пива. И в него в европейском измерении обычно входит three pint – то есть три пинты. Очень хотим обратить ваше внимание, будьте осторожны, если вдруг в каком-нибудь европейском или американском баре кто-то предложит вам некое two-four. Что же такое two-four? Если особенно вы скажете этому человеку it's on me, то есть как будто бы вы за это платите, то тогда вам придется выложить крупную сумму денег, потому что two-four – это упаковка, состоящая из 24 бутылок или банок, то есть вам предложат купить целую упаковку из магазина. Это, конечно же, решать вам. Но именно такой вопрос вам может задать какой-нибудь bartender, то есть бармен в европейском или даже американском, канадском баре. Это значит, что он хочет узнать у вас, вы хотите пиво на разлив или в бутылке. Баттл бир – это пиво бутылочное, а чтобы сказать или узнать о том, есть ли какие-то разливные сорта пива, вы можете спросить what do you have on tap, то есть какое пиво идет на разлив. On tap – так же как draft в американском варианте и draft в британском варианте – это разливное пиво. Какие же типологии пиво выделяют? Ну, для начала это, конечно же, деление на domestic, то есть местное пиво, и imported, то есть пиво, привезенное из-за границы. Например, в Czech Republic, в Чехии, какое-нибудь немецкое German beer будет imported, а свое родное Czech beer будет domestic. Также выделяют premium beer – это пиво категории premium. На мой взгляд, оно отличается от обычного, только завышенной ценой. В противовес огромным пивным магнатам в настоящее время все больше популярность приобретает craft beer. Это крафтовое пиво, любое пиво, сваренное не в промышленных масштабах, а на маленьком пивном производстве. И продолжая тему крафтового пива, есть еще более локальное понятие – это micro-brew. От слова micro – микро. Это понятие, в принципе, на русский язык не переводится, это такой фактик крафтового пива, который производится на совсем домашних, небольших производствах. Что же касается видов пива, то здесь условно можно произвести градацию в двух направлениях. Это ale, то есть ale, и lager, то есть lager. Эта градация, как известно, происходит по типу брожения. Мы оставим научные изыски и просто скажем, что, в принципе, все русские названия очень похожи на английские. Так что, если вы точно знаете, какое пиво вам нравится на русском, то и на английском языке вы не ошибетесь с выбором. И, конечно, будьте осторожны на пути от being sober. Sober – это трезвый. Даже если вы не get drunk, то есть не окажетесь в сильном состоянии опьянения, в вашей голове может начаться что-то типа buzz. Это такой звук z. Возможно, каждый из вас его испытывал. При небольшом количестве алкоголя некоторое жужжание. Но, что еще страшнее, у вас может появиться beer belly, то есть пивной живот. Но мы надеемся и верим, что ничего подобное вам не грозит, что вы просто выучите эту лексику и, конечно же, прекрасно приведете все рождественские и новогодние праздники, чего мы вам желаем от всей души. Спасибо большое за внимание с вами. Сегодня была Кейт и Advance Club. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и пишите в комментариях, куда бы вы хотели отправиться с нами в следующий раз. Какая иностранная лексика вам еще пригодится. Большое вам спасибо. Thank you very much. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok